Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава первой книги Паралипоменен или Хроник. Я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Выдохнем. Девять глав, которые состояли в основном из перечня имен, мы прочитали. Ну, или вы сразу к Десятой перешли, посмотрев заранее Библию, что там довольно скучно. Но это не совсем так. Конечно, перечни имен нас несколько, так скажем, утомляют, но, тем не менее, в них есть свой смысл. И смысл заключается в том, что человечество — это единая семья. Израиль — это народ, выбранный из этой семьи для того, чтобы что. А вот как раз мы видим в этих самых главах такой смысловой центр. Это, во-первых, династия Давида, она упомянута первой. Но про Давида еще не сказано ничего. А во-вторых, и в главных, это храм, построенный при преемнике Давида Соломоне. И очень подробно рассказано, что храм вот так был устроен, вот такие левицкие священнические рода принимали участие в служении. Потом он был разрушен, как и весь Иерусалим, после Вавилонского нашествия. И теперь он восстанавливается, и все восстанавливается заново. Слушайте, ну а как же так получилось, что храм был построен, храм был разрушен? Откуда это все взялось? Почему Израиль — избранный народ? Зачем он нужен? Вот мы видим дальше уже историю непосредственно израильтян, и начинается она с очень странного эпизода. Вот не с того эпизода, с которым надо было бы начинать историю своего народа, а начинается с истории поражения. Почему? Сражение филистимлин с израильтянами окончилось победой у филистимлин. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гилбоа. Филистимлине погнали за Саулом и его сыновьями, и убили Иванафана, Авенодава и Малкишуа, сыновей Саула. Саул был изнурен сражением. Лучники попали в него своими стрелами и тяжело ранили его. Тогда он сказал своему оруженосцу, «Обнажи меч и пронзи меня, а иначе придут эти необрезанные и ругаются надо мной». Но оруженосец отказался, сильно испугавшись. Тогда Саул сам бросился на меч. Видя, что Саул мертв, оруженосец тоже бросился на меч и умер. Так погиб Саул и трое его сыновей. Все его наследники умерли разом. Вот если бы кто-то писал историю, ну, Древней Руси, например, и начал бы с битвы на Калке, когда татар-монголы разгромили русское войско, перебили пленных, ну, такое жуткое поражение. Или, я не знаю, там, с нашествия Батыя. Это было бы здорово, что ли? Правильно? Почему? Саул до этого стал царем, Саул до этого долго правил, Саул одерживал победы. И вдруг гибель разорения Саула. Причем не просто гибель, гибель от филистимов, от злейших врагов и язычников. И не просто смерть. Вот даже сказано, что они убили трех сыновей Саула. Печально, но понятно. Саул, израненный, и не желая попасть в плен, чтобы над ним не издевались, собственно, заканчивает жизнь самоубийством. И его оруженосец даже тоже. То есть это самая позорная, самая такая нечестивая смерть. Почему с этого надо начинать? Ну, смотрите, мы уже убедились, что книги про Липоменон, они пишутся после Вавилонского плена, когда еще более страшное поражение, пусть и в недавнем прошлом, а не давно, как история с Саулом, оно нуждается в осмыслении, это поражение. Вот, раз уж я привожу аналогии с современной российской историей, а не начать ли рассказ о, допустим, какой-нибудь российской истории с битвы на Калке, для того, чтобы осмыслить революцию 1917 года? А почему такая катастрофа случилась? Вот в недавней исторической памяти может быть, есть какие-то причины? Или просто там, знаете, не туда пошли, не так наступали, не там оборонялись, да? И там враги были очень коварные, там сильные враги. Вот у нас не получилось, мы невиновны. Что-то здесь вот не так, вот что-то должно быть причиной. И, увидев эту причину, мы поймем, наконец, окончательно, какую идею вкладывает повествователь в эту книгу. Итак, так погиб Саул и все трое его сыновей, все его наследники умерли разом. Не ужас ли это, да? Понятно, что царь пошел на войну и погиб на войне. Это трагедия. Но когда вся династия уничтожена, когда израильтяне, жившие в долине, узнали о разгроме, о том, что Саул и его сыновья погибли, они покинули свои города и обижали, и филистимлине пришли и поселились там. То есть это катастрофа, которая напоминает вавилонский плен, но только их не угнали, они сами ушли, отдали свою землю. Землю, которую им Господь дал. От страха, от ужаса. Кошмар какой-то. На следующий день, когда филистимлине пришли обирать убитых, то есть мародерствовать, снимать с них доспехи, отпирать у них оружие, что там еще найдут, они нашли тела Саула и его сыновей, павших на горе Гелбоа. Сняв с Саула доспехи, отрезав голову и забрав оружие, они привезли это по всей стране филистимлян, неся весть о победе своим идолам и всему народу. Доспехи они посетили в храм своих богов, а череп пригвоздили к стене в храме Дагона. Дагон — главный филистимский бог. Мало того, что Саул погиб, и об этом сказано, еще описано вот это унижение, описано вот как, собственно говоря, самое страшное унижение, которое только можно было причинить израильтянам, они причинили. Царский череп приколотили к стене в храме своего главного бога, не говоря уж про доспехи. Когда жители Явэша Галаадского узнали, как филистимы не поступили с Саулом, то все воины отправились, чтобы забрать села Саула, и его сыновей перенесли их в Явэш. Их останки похоронили подобом в Явэше, после этого они постились семь дней. Явэш — маленький городок. Ну, мы читали в книгах царств про то, что именно этот городок Саул спас. Когда на этот город напали враги, он привел израильское войско и выручил их, поэтому понятно, что они готовы были рискнуть, почтить память того царя, который их когда-то спас. И это все, и больше никто, ни из одного другого города, ни из какой другой местности израильтяне не пришли похоронить своего царя Саула. Голову им отрубили, унесли, доспехи с него сняли, лежит безголовое обнаженное тело, и больше никто не захотел. Что же это за народ такой? Что же это за царь такой? Что случилось? Это повествование прям шокирует, если честно. Особенно в начале. У нас были имена, 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 там много разных мелких вставных эпизодов, но повествование как таково еще не началось. Вот оно началось, началась катастрофа. Так погиб Саул. За преступление, которое он совершил против Господа, за то, что он не исполнял повеление Господа, за то, что обращался за советом к духам, а Господа не почитал. Господь погубил его и передал царство Давиду, сыну Иисея. Что еще рассказывается о Сауле? Да, были победы, было долгое правление, было много всего интересного, но итог-то каков? И смотрите, Саул однозначно осужден. В книге царств, где описана жизнь Саула, он все-таки трагический персонаж. Там его борение, его светлые стороны, темные истории, его безумие, когда он Давида пытается убить, но все равно мы видим там какой-то более живой человечный образ. Здесь подводится просто итог, однозначно плохой. И смотрите, израильтяне, вы думаете, что то, что произошло с нами во время Вавиланского плена, говорит повествователь своим читателям, это что-то такое уникальное, необычное, да и ничего подобного. В истории нашего народа катастрофы бывали. За преступления, которые он совершал, не исполнял повеление Господа, обращался к духам, Господа не почитал, и все было разрушено. Понимаете, что могло быть причиной Вавилонского пленения? Догадывайтесь, что это не враги очень сильны, коварны, хитры, удачливы, а мы перед Богом неправы. Давайте подумаем, а что может быть дальше. Бог передал царство Давиду, сыну Ессея. И дальше начинается история Давида с 11 главы. Собственно, можно сказать, что все предшествующие главы, включая 10, это предыстория. И что делает хороший царь? Как он себя ведет так, чтобы заслужить милость Бога? Прочитаем.